Это тот же самый пациент, только с другой стороны, который не любит трансплантаты. Я бы, честно говоря, может быть не пошла бы на это литеральное перемещение, потому что третий класс, сосочек, мне не очень все это нравилось, но он категорически отказался брать трансплантат. А рецессия, здесь на этой фотографии не очень хорошо видно, но обратите внимание, вот это, ну как генгивальная граница уже. То есть на самом деле вот эта рецессия выходит за нее высотой. Это говорит о том, что высокое прикрепление там кости самой по себе, и, конечно, тянуть корональным смещением здесь было очень рискованно и не очень, наверное, осмысленно. Поэтому и имеется объем в дистальном участке, да, откуда и было принято решение взять лоскут. Вот здесь на этой фотографии очень хорошо видно, что граница макогенгивальная ниже, чем зенит рецессии. Пациента беспокоила, кстати, не косметика, с которым, вот первично, этот вот с этой рецессией он когда-то ко мне много лет назад приехал, а его беспокоила чувствительность. Там и образия, и все, да, у него тут прям полный набор. Дизайн? Где у вас больше? Ну, если вот в данном случае это 23-й зуб, логичнее брать с дистальной части, потому что там больше тканей для мобильности просто, чем от бокового резца это перемещать. Просто проще, чисто технически. Ну и там просто ткани лучше и больше были. Вот таким вот образом удаляется свободная десна в области рецессии, то, что вы спрашивали. А вы же смотрите в тот телевизор. Переместили. Здесь не использовался никакой пластический материал. Вот только собственными тканями. Все то же самое. Двойной сосочковый обвивной кисетный шов. Вертикальный непрерывным швом. Ушито. По границу тканей зуба с пределами эмали и дентина вы ее оставляете, а с корня убираете. Дома и цементное эмалевое соединение вы ее убираете, а дальше оставляете. Ну, единственное, что пациенту надо сказать, то потом надо будет сделать новое, потому что все равно уже прилегание нарушено. Это результат. Через год он приехал. Мы видим здесь, что рецессия уменьшилась. Она не полностью закрыта, но мы получили очень приличный конгломерат, прикрепленный Десны. Опекальные рецессии. И такую хорошую добротную ткань, с которой теперь мы вторым этапом решаем вопрос простым корональным смещением. Все то же самое, дизайн такой же, обработка корня. Да, но здесь через год, потому что пациент очень долгое время жил в Якутии, имел возможность приезжать сюда через год только, раз в год в отпуск. Три месяца. Вот его снятие швов через две недели. А это опять через год. Ну и в данном случае рецессия устранена. И вот его все результаты. Последнюю операцию мы делали в 17-м, что ли, году. Он, конечно, 7 лет, он уже абсолютно стабильно ходит, наблюдается, приходит. По латеральному смещению. Вопросы? А вот там какие-нибудь красные пломбы стоят? Его это не смущает. А там бактерии скапливаются и, может быть, на рецидивах влияет не? Или все стабильно? Как бактерии могут влиять на рецидив? Бактерии у нас в полости рта живут. Мы же с вами договорились. Десна распаляется от того, что пломба может... Десна распаляется от того, что пациент плохо зубы чистит. Только в этом случае, когда у него налет лежит на десне. А на пломбах бактерии живут. Они у вас на любых пломбах живут. Его не смущают. Это я как бы же со своей стороны говорю периодически о том, что надо лечить, поменять, реставрации. Он делает так, как он считает нужным. Большой начальник, большой директор. Большой директор своей жизни. Вы можете каждого пациента заставить делать, вот что правильно. Мне кажется, у вас какая-то акцентуация на инфекции. Нет? Потому что... Ну, пломбы... Не так критичное количество этих инфекций, которые скапливаются по краям некачественных реставраций, как критичное отсутствие хорошей индивидуальной гигиены для любых пациентов. Бактерии на результат и рецидив в области рецессии повлиять не могут. Никоим образом. Только если мы подсадим туда какую-нибудь колонию жрущих тесну. Я не знаю. Я таких не знаю, но только в этом случае. Давайте тогда еще какие-то по существу вопросы меня именно по методу, что вам все понятно. Вам это все завтра резать. Вы завтра воткнетесь в биологическую модель и будете спрашивать. Есть две методики. Это европейская и американская. Американцы реставрации делают через полтора, два, три месяца в зависимости от заживления. После операции итальянцы и немцы делают адонтопластику непосредственно в день операции перед приемом у хирурга. Прямо терапевт выполняет, до ЦЭС восстанавливает, а дальше все снимает. Он прямо делает свежую реставрацию и все. И потом хирург уже забирает пациента и оперирует. Оба метода имеют свои достоинства и недостатки. Я не знаю. Я стараюсь делать все потом. Ну и вообще сама лучше не делать. Ну я отправляю, конечно, к терапевту. Я просто сама не люблю. С корня пломбировочный материал не выяснимаете. Я. Ну это-то что, тут много ума не надо. Бором взял и снял. Впоследствии все третья часть у корня, с которой сняли пломб, ничего там после нашей сроки ничего плохого. Мы же обработались. Не, у нас же плотно закрыто. У меня есть, мы с вами будем разбирать такие парадонтальные карты, они будут в презентации, я вам покажу их, где у каждого пациента ведется вот эта вот рецессия определенным образом и там в параметрах измерений есть измерение зубодесневого кармана. Поверьте мне, ни у одного пациента нету значения больше двух миллиметров. Что может с нашим корнем там случаться? Он закрыт. Пусть его препарировали, значит, целостность как бы нарушена и вдруг там как-то плохом варяде не продумывается. Он его и так целостность нарушена. Давным-давно. У нее, ты думаешь, там был кариес корни? У меня есть работы, в которых я тахокомбом пломбировала этот кариес корни и устраняла рецессию. И все там благополучно уже много лет. Он же просто отжизирует. Нет, материал. Не тахокомб, Аня. Как он? Правильно? Неправильно? Тахокомб? Нет, не тахокомб. Это не тот. Ань, которым корни... Нет, не пророк, как же он назывался? А, пророк. Это материал назывался. Ну, я точно просто делала. Он у меня есть. Забыла, как назвать. Нет, он в операционное поле. Его можно ставить. Да. Он уже полнослойный, да? Ага. А вот мы переместили и дефект доновского места... А у нас не было здесь дефекта. Ну, вот он переместился. И сам ушился туда, закрыл. Просто в натяжении ушел. Да, да, да. Потому что за счет... На верхней челюсти у меня ни разу дефекта не было. То есть, вот на нижней, да, там бывает появляется этот дефект. Не хватает. Вот 6 мм, да, он настолько подвижен, что он дотягивает. Да, да. Да, для верхней челюсти вообще как-то без вопросов ушивается всегда. На нижней челюсти иногда получается, что вот этот, особенно во фронтальном участке, этот дефект остается таким треугольничком в основном. Его просто... Ну, он быстро заживает под первичным натяжением. У вас этот дефект, знаете, где сформируется? Не в области даже... Та зона, с которой вы забирали, где он полнослойный, где скелетированная кость остается, она у вас закроется в самой слизистой, как бы, с перемещения. А дефект на нижней челюсти останется именно в зоне опекальной, где откуда перемещали вот эту ножку трапециевидную лоскута. По сути же, это лоскут на ножке, да, которую мы переместили. Ну, суть, да, как бы, это не меняет. И вот этот треугольничек опекальный внизу, вот он там обнажается, а он там просто слизистый, мгновенно зарастает. А вот именно скелетированная, я поняла ваш вопрос, почему, скелетированная часть кости, она закрывается вот этим перемещением самой слизистой. Она неоголенно... Неоголенно ее, конечно, нехорошо бы оставлять, она... Да, 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 да. А здесь-то вообще все наглухо. Ушивается там вообще никакого дефекта нигде нет. Да, там все полнословно, обязательно. В этом и смысл. Тут, если вы, собственно, слизистую просто какую-то принесете, она же вся у вас отпрыгнет, облезет все это. Спасибо. Все? Все? Всех вопросов нет, и завтра все будут делать. Такого начинать нет, с вами идеально, да? Если в начале пути не расскажешь, кто пришел, там выражается, что швы, не знаю, как это начало. Ну, не часто. У меня был один раз в жизни. У меня пациент, мы швы надоели, он на четвертые сутки их себе снял. Ну, как бы в этом случае он лишается лечения, гарантии и посылается на три буквы. Ну, понимаете, да, как бы мы же не должны ПНД лечить. Нормальный человек же не снимется на четвертые сутки швы, когда он заплатил деньги, полтора часа сидел в кресле у вас. Зачем-то он пришел это делать? Наверное, не то, чтобы нивелировать результат. Нарисована на разными цветами по мастерам вот этой методике смещения от правильника. У меня там вопрос по топографии горизонтально разрезан. Отступили два миллиметра и разрезали. Отступили два миллиметра от соседнего зуба. От зинита от соседнего зуба, да. И это не презентальный. Ну, тогда все. Хорошо. А то, что я не могу. Нет, ну, я уже ответила на вопрос. А ушиваете там как их резать? У них не параллельно же не... У них высокого дорога. Нет, здесь операция ушита. Мононить какая-то, я не помню. не фиксирую. Но если нет ультра-сорба, мы выбираем мононить. Так ультра-сорб мононить. Но если бы нет, то другую какую-то... Любую мононить, пожалуйста. Какой вы работаете? Просто, ну, как мы говорили, в пластике не применяется плетеный материал. шовный. Ну, конечно, да. Там только налета, грязюка. Я, честно говоря, даже лоскут на Эмстер раз никогда не шить, потому что там... Только имплантацию. Там же купленные зубы, за ними сразу ухаживать начинаются. Не, ну, это правда. Ну, и я им, конечно, запрещаю все это трогать. Да, да, да. Ну, и вообще мононитями шью всегда и очень люблю, потому что их и снимать удобно, и, в общем, это все удобнее. Удобнее, проще и индивидуально как бы вегиену тоже это улучшает. Что неудобно? Удобно. Я говорю, я уже давно одеваю оптику, чтобы снять швы, потому что я не вижу. Они еще все обесцвечиваются, я просто ничего не вижу. неудобно. Продолжение следует...